Всем привет, с вами Игорь на канале Homemade и сегодня мы с вами сделаем шилд для расширения возможностей Омеги 2. Поехали! Я уже давно планировал сделать качественный базовый шилд для работы с Onion Omega 2, так как мой старый шилд, он конечно рабочий был, но все же он меня не удовлетворял по некоторым характеристикам. Сделать новый шилд оказалось совершенно несложно и в этом мне помог сервис GLCP-CB. Сервис GLCP-CB изготавливает печатные платы очень качественно и быстро. К тому же сервис GLCP-CB имеет собственный редактор, который помогает создавать печатные платы очень быстро. Вот например сейчас вы видите созданный мною проект шилда для Омеги 2. После этого создаем печатную плату, располагаем на ней все необходимые компоненты и когда плата проверена, все компоненты стоят на своих местах, можно сгенерировать гербер файл. И вот наш гербер файл. Можно здесь же сделать заказ на GLCP-CB, но можно скачать гербер файл. Я пока что просто скачаю его. Теперь переходим на сайт GLCP-CB. И сейчас есть акция на скидку на установку компонентов, что довольно здорово. То есть можно не просто заказать печатную плату, но заказать еще и установку компонентов всех необходимых со скидкой. Давайте сделаем заказ сейчас. Выбираем гербер файл. Гербер файл загружается. Отлично. Гербер файл загружен. Ошибок никаких нет. Здесь указано сколько слоев и размеры платы. Можно выбрать любые другие настройки, например толщину текстолита, либо выбрать другой цвет. Например, что мне нравится, изменение цвета никак не повлияет на цену. Она таки осталась 2 доллара. Способов доставки есть очень много. В данном случае у меня выбрана Украина и можно выбрать любой из этих трех способов доставки. Но если вы собираетесь отправлять в любую другую страну, то способов доставки будет очень много. И вариантов есть очень-очень много. От самых дешевых до самых дорогих и очень быстрых способов доставки. Так или иначе, заказать плату это совсем не сложно. Это можно сделать всего лишь в несколько кликов. Как видите, стоимость изготовления печатных плат всего лишь 2 доллара. Дальше мы подтверждаем заказ и ждем его изготовления и доставки. Итак, прошло несколько дней и я наконец-то получил мой заказ. Мне уже не терпится посмотреть, что же там внутри. Ха-ха-ха! И вновь подарочек. Еще изолента от GLC-PCB. На этот раз черная. Итак, здесь 2 упаковки. 2 набора, 2 комплекта печатных плат. Без вакуумной упаковки, просто в пакетике. Сейчас посмотрим, что здесь у нас внутри. Что это за платы и какое устройство на них можно собрать, мы рассмотрим в следующем видео. И вот наконец-то я получил печатные платы для того, чтобы изготовить шилд для Onion Omega 2. Сервис GLC-PCB не подвел и как всегда изготовил платы на высочайшем уровне. Давайте сейчас приступим к их сборке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прежде чем мы приступим к дальнейшей сборке, нужно проверить корректность работы стабилизатора напряжения. Так, первым делом проверяем на наличие граунда. Граунд есть. Замыкание по линии 5 вольт не наблюдается. Так, можно здесь замыкание по 3 вольтам. С граундом нету замыкания. Отлично. Можно здесь еще проверить. 3,3 вольта выход есть. В смысле провод есть. Но теперь пробуем включать. Подключаем USB кабель. Сейчас стабилизатор в выключенном состоянии. Проверяем. 5 вольт нету напряжения. 3,3 вольта нету напряжения. Так, включаем. И 5 вольт есть. И 3,3 вольта тоже присутствует. Отлично. Стабилизатор напряжения работает. Значит, ничего не сгорит. И можно дальше продолжать сборку устройства. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Рассмотрим теперь некоторые компоненты платы. В этой стороне у нас распаян стабилизатор напряжения, который создает 3,3 вольта и с током до нескольких ампер, что дает возможность питать не только омегу, но и какую-то внешнюю периферию. Это USB TTL конвертер на базе USB конвертер. Здесь установлены ряд светодиодов, которые показывают работу TTL конвертера, присутствие напряжения питания, а также передача данных по линиям TXRX. USB гнездо для питания USB гнездо для питания всего устройства, а также USB гнездо для подключения внешней периферии. Будьте внимательны, USB гнездо бывают двух разных типов. Если обратите внимание, здесь язычок установлен сверху, а на некоторых других платах можно увидеть, что язычок установлен снизу. Такие разъемы не подходят. Подойдет именно вот такой разъем, где язычок вот этот пластиковый находится сверху. Кнопка Reset для перезагрузки. Также здесь установлен RGB светодиод, который подключен к 15, 16 и 17 пинам Омеги-2. Этот светодиод можно отключить вот этим переключателем. То есть, чтобы пины Омеги-2 не были связаны со светодиодом никаким образом, можно эту связь отключить, каждого светодиода отдельно. Также здесь два выключателя, которые включают линию I2C для подключения внешнего АЦП. На плате предусмотрена установка внешнего АЦП АДС-1015 или АДС-1115. Я его пока что не распаивал, потому что его нет в наличии. Теперь поговорим о косяках и недочетах, которые есть. Первый недочет связан с расположением стабилизатора напряжения. К сожалению, я на плате изначально его переместил с задом наперед. То есть, вот так он сейчас у меня установлен, но его нужно развернуть. И пин номер 2 должен оказаться с этой стороны, и нужно его соединить с граундом, например, с конденсатором. Что, в принципе, я и сделал, и вы это видели на видео. Второй недочет связан с влиянием Arduino и Arduino-подобных шилдов, где линии RX и TX соединялись ровно с такими же значениями линии RX-TX. А на самом деле это неправильно. Линии RX должны соединяться с линиями TX. И наоборот, линии TX должны соединяться с линиями RX. И я и в этом допустил ошибку, соединив с неправильными линиями. Вот эти линии, линии RX и TX, идущие от USB-TTL конвертера CP2102. Линии RX и линии TX идут на резисторы R2, R3, R4, R5 и R6, R7. Решить этот косяк можно простым способом. Для этого нужно убрать SMD-резисторы и вместо них поставить выводные резисторы в дип-корпусе и поставить их накрест. Видите, как они у меня накрест идут, эти резисторы, друг через друга. И таким образом линии TX и RX меняются местами. Следующий недочет связан с неправильным подключением пинов-ресет. На Омеге 2 есть два контакта Reset и у каждого из них свое назначение. Вот один контакт Reset и вот второй. К сожалению, я их перепутал и нужно сделать немножко по-другому. Что нужно сделать? Во-первых, нужно разрезать вот эту дорожку. Я это сделал аккуратно, прямо возле кнопки. Вот здесь, в этом месте я разрезал и этот разрез, он здесь абсолютно не виден. Следующее нужно сделать, это нужно разрезать дорожку, которая идет к этому пину. Переходим на нижний слой, вот эта дорожка. Я ее точно так же разрезал вот здесь, в этом месте. Вот здесь аккуратненько я сделал надрез, разделил дорожку и взял два проводка. Первый я подсоединил к этой кнопке и подсоединил к этому пину. То есть вот этот проводок у меня идет, подсоединен к кнопке и подключается к этому пину. Потом вот этот пин нужно соединить с вот этой кнопкой Reset. Для этого я здесь аккуратно зачистил дорожку, которая раньше шла к этому пину. И от этой дорожки пустил проводок на этот пин. Вот и вся модификация. Да, печально, что я это не досмотрел, но зато это легко решаемо. Все ошибки я учел и исправил их как в схеме, так и на печатной плате. Так что в описании под видео вы найдете ссылку уже на исправленные варианты. После сборки и исправления всех недочетов, плата заработала в штатном режиме. И работает отлично. Компания GLCPCB не подвела и делает действительно классные платы. Я вам их рекомендую. А также я могу с вами поделиться этими платами, чтобы вы могли оценить качество изготовления. Для этого обязательно поучаствуйте в розыгрыше этих плат. В описании под видео вы найдете все условия. Но только будьте внимательны. Потому что многие, кто участвует в розыгрыше, часто не соблюдают условия и, к сожалению, не могут получить свой выигрыш. Но вы будьте внимательны и обязательно поучаствуйте в розыгрыше, чтобы получить одну из этих плат. Также я буду разыгрывать шилд, который я когда-то собирал сам. Если вы хотите его получить, то в описании под видео просто напишите. Я хочу получить самодельный шилд. Я его разыграю среди тех, кто хочет его получить. Этот шилд тоже готов. Он имеет всю необходимую обвязку и с ним можно работать, подключать к компьютеру и работать с ним напрямую. Но если же вы сами изготавливаете какие-то устройства, то я вам все-таки рекомендую сервис GLCP-CB, потому что они делают действительно очень классные платы. Как работает Sony Omega 2 я рассматривал в предыдущих видео, да и надеюсь в следующем я тоже буду с ней работать и может сделаю какой-то интересный проект. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. А я вам желаю успехов, пусть ваши проекты будут классные и интересные. Всем пока!